Ну вот, шестая линия, дом 29. Вот здесь и расположен новый музей. Вот здесь и расположен новый музей, дом 29. 150 лет линия, это будет событие. Вот, вот это работа. За что исключили его? Вот, за это работа, вот, решили мастерскую. Я буду к Любочке обращаться. Я очень рада, что мы встретились. Ура! Ура! Ты до какого числа будешь в Санкт-Петербург? Да ты что? Ну, посмотри, нам повезло, что мы с ней встретились. Я всего на несколько дней. Понятно. Только в 70-х. Уже потом можно. Когда стало можно, да? Это 50 лет. Ну, 20 лет. Мне не набрать. Как тебе надо выкинуть мне куда-нибудь? В контакт, например. Я не умею. Ну, ты что, я не умею. Читай, ты умеешь? Да я не вижу, это не надо. Ну, это надо с честью починать. Сейчас мы будем. Сейчас я буду. Ладно. Я с большим удовольствием представляю вам Серафиму, который расскажет вам художник. Да, мне очень приятно, что люди пришли посмотреть на этого замечательного художника. Действительно, наш второй совместный проект с музеем. Первый это был в январе этого года, тоже московский художник. Это был Анатолий Зверев. Тоже была показана наша коллекция его работ. Абрам Исакович, это очень знаковый художник для нашей галереи, и мы очень его ценим и любим, потому что у него очень трагическая судьба, впрочем, как у многих художников 20 века. Он родился в 14 году в Могилеве, это белорусское местечко. Увлекся рисованием благодаря старшему брату, который учился в Витебске, где тогда преподавали и ПЭНы, и Шагав. И, собственно, Моназон поехал учиться в Москву, и вступил в Союз художников, писал картины, потом во время войны он был на фронте, и, к сожалению, во время оккупации Белоруссии его семья погибла, и уже из этих трагических переживаний вышел его первый, как бы, обычно упоминаемый энцикл работ, «Холокост», который представлен в втором зале. Это довольно тяжелые вещи, 50-х годов. Мы выставляли их уже и в Москве, и в Нижнем Новгороде. В том числе у нас была экспозиция в честь, не в честь, годовщину память восстания в себе Боря. В том числе совместный проект был вставляем с художником Ксельродом. Тоже очень тяжелые работы у него были, но это история. Как бы Абрам Маназон – это художник еврейский все-таки. Он совмещает в себе, я бы сказала, двух главных российских художников еврейского происхождения. У него есть совершенно лирические очаровательные пейзажи, как у Левитана, и у него есть вот это вот мистическое переживание местечка, как у Шагала. То есть летающие люди, какое-то свое восприятие такой, ашкенадского, можно сказать, Ветхого Завета, это всего то, что он в детстве изучал, естественно, знал хорошо, был религиозным собственным человеком, в детстве, по крайней мере. Жил он в Москве, и поэтому писал в основном Кускова, Кузьминки, вот эти пейзажи здесь представлены. Они очень трогательные, на мой взгляд, в основном осенние, потому что как-то, наверное, нравилась эта садовая гамма. В общем, так, три можно... А, еще один важный цикл его работ – это коммунальная Москва. Он жил, естественно, в коммуналке и писал окружающих его людей, очень интересно мешая сцены как московского быта, так и вот эти вот ветхозаветные идеи. То есть вы можете заметить, например, совершенно трогательную сцену изгнания из рая, где, например, Ева забрала с собой яблоки из райского сада, потому что, ну, их же изгнали, а кушать что-то нужно, поэтому она взяла с собой яблоки. А Адам вообще собирается драться с оханглами, которых их вынули. В общем, очень личные картины, они явно не со стороны как-то вот рассказчика, может быть, а со стороны человека, который сопереживал этим происходящим на полотнах, что в отношении коммунальной Москвы что в отношении библейских ветхозаветных сцен и сюжетов, что в отношении Холокоста и трагедий. Ну, естественно, пейзаж, он очень любил природу и с удовольствием ее писал, и тоже у него все было, свое впечатление он очень любил передавать. Касательно художественной ценности могу сказать то, что его учителем был, одним из учителей его был Куприм, и я думаю, это влияние бубнового валета, передавшееся через учителя, все-таки, на мой взгляд, заметно. Он был в особенностях ранних работах, если вы заметите, у него очень хорошая техника. На мой взгляд, такая французская техника у него как бы видна. Так что я надеюсь очень, что вам понравится этот художник, что вы его заметите, может быть, ждете еще раз и хотя бы запомните, потому что, к сожалению, он был, например, в 1956 году, он был изгнан из Союза художников за неправильное изображение вождя, потому что он писал не очень удачную с политической точки зрения картину «Ленин и дети». Получилось, она представлена, можете посмотреть в каталоге, она есть, публикованная, к того, к сожалению, не продается пока что. Может быть, мы потом привезем несколько концепляров, но сейчас можете просто ознакомиться с ним. Так что он действительно был таким вот, очень творил с душой, и я надеюсь, что какая-то часть души, может быть, вы ее почувствуете на несколько. Что, картина не понравилась, и его приняли решение исключить? Ну, это была обычная практика. Понятно. Какой год, вы сказали? 1956. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Есть у него в музее, это уже вторая выставка, это там, в Дуре и был, у нас верево. А работа этого художника, я второго раз вижу, это была в Академии художеств. Была очень интересная выставка. Но там, как раз, будут представлены цикл про войну, вот, Холокост, и вот, а вот впервые я увидел такие замечательные работы, цикл даже элитант прямо, да, чувствуется, прослеживается. Не только куприл, вот, потрясающий колорист, живописец. И хочу сказать, что обидно, что такой вот художник, действительно, замечательный, а он, мало кто знает, в Петре, Баскенович его все-таки знает, да, тоже не очень знает. Он жил, был во Франции, наверное, у него была бы мастерская своя, и успех, а так вот жил в коммуналке, и все успел выигрывать. Ну, вот, судьба таланта у нас устраивала в лицо. Вот, как будто рисовал коммуналку на коленке, что называется, в смысле, с ней. Так что, нет, замечательный, что Лерея Баба привезла эту выставку, то есть, я надо обязательно, чтобы эти руки посмотрели, устраивая таланта, конечно, можно это будет. Значит, спасибо вам. И мы присоединяемся. Спасибо, да, что познакомили нас. Спасибо. В каком году, извините? В 2007-м. А, в 2007-м. Это, собственно, из галереи, это коллекция хозяйки и основательницы Леонидов. Это, собственно, она его, я забыла сказать, он буквально продавал их на рынке для своей работы, и она их нашла. Ага. Понятно. Понятно. Спасибо. Очень живописно смотрится каталог. Листайте, листайте. Хорошо издан, да? Продолжение следует... Маэстро. До свидания. Спасибо, что рассказали немножко. Всего доброго. Вот так. Новый музей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова